Продолжаем. Как же мы можем поощрить человека разговаривать, общаться и снять маску, и увидеть суть, к которой проблема пришел? Следующее – это уважение. Не важно, какой конфессии человек принадлежит. Не важно, какие у него взгляды, жизненные ценности. Если человек пришел к нам на разговор, на беседу, мы должны его уважать. И его взгляды в том числе. Это не значит, что мы их принимаем, но мы уважаем право на его взгляды. И если он пришел к нам, он просит у нас о помощи, нам нужно эту помощь оказать. Это элементарное, как бы, человека любит. Однажды нас пригласили в один из городов провести семинар с супружескими. Причем получилось так. Это пара, они были у нас в другом городе на семинаре, вот они нас пригласили. Написали, помните, мы были у вас там-то, там-то, нам так понравилось, мы хотим вас пригласить к себе, что нужно сделать для этого. Но мы списались, согласовали даты. И вот приезжаем мы в тот город, заходим в помещение, так сказать, их церкви. И потихонечку у нас так начинают волосы шевелить не только на голове. Мы понимаем, что мы попали немножко не туда. И когда мы молчим, мы приходим, значит, в гостиницу. Где остановились. И мы так, честно, так скажем, ребята, а вы кто? А они говорят, ну, мы христиане. Мы говорим, а точнее? Как вы христиане? Мы немножко по-другому христиане. Мы говорим, а точнее? Ну, как точнее? И мы, знаете, как, чтобы посмотреть, что это такое вообще, куда он попали, нужно идти по символу веры. Прям символ веры, я считаю, мы должны знать наизусть его все, для того, чтобы понимать, этот церковь или секта. И стали идти по этим символам. И когда доходим до второго пришествия Христа, они говорят, вот тут мы немножко отличались. Мы считаем, что он уже пришел. Да. Очень интересно. И когда мы стали выяснить, мы понимаем. Мы не поняли, вы мормонные? Они говорят, нет, мы муды. Всех-то муды, да. Ну, мы церковь муды. Они себя церковь называют. Мы церковь муды. Мы говорим, нет, а почему нам не сказали об этом заранее? Они задают нам вопрос в лоб. А если бы вам сказали, вы бы к нам приехали? Я говорю, нет, поэтому мы вам не сказали. У меня первая реакция, посмотрите, какая. Они нас обманули. Мы сейчас все бросим, уедем. Вообще-то кому это надо здесь, вот нас дотянули. Ты же почувствовал мое. А у меня так раз, вот так, что это смущено, да? Так, руку мою сделать, и помолчить. Я молчу. Что-то-то-то, почему? Вы же знаете наши взгляды. Что? Почему вы нас пригласили? Они говорят, понимаете, мы были у вас на семинаре, и мы поняли, что мы идем не туда. Мы поняли, что... Мы увидели истину. Мы увидели, что вас пытаются контролировать и затягивать все больше и больше. То есть мы поняли, что мы истину. И прежде чем уйти и хлопнуть дверью, мы решили другим нашим, членам нашей церкви, дать шанс увидеть истину. Чтобы они тоже вас услышали. Мы говорим, подожди, а руководство нашей церкви знает, кто мы? Да. Знают. Мы организовали, мы все предупредили. Ребята, но мы все, что будет проходить на семинаре, мы будем говорить так, как мы говорили там. Мы будем говорить о крестиве. Там не сказали руководство нашей церкви, они провели беседу. Сказали, знаете, вы умеете фильтровать. Все, что будет там говориться, вы фильтруйте. Но мы хотим, чтобы они хотя бы услышали, потому что у нас это вообще не произносится. И прежде чем уйти, вы решили вас пригласить и дать им шанс тоже услышать, что лучше будет. И мы, действительно, в той церкви провели этот семинар. Понимаете, ну это был как-то 10 от уважения, от служения. Но мы ощущаем себя как Павел в Вариападе, да? Было сложновато, честно вам скажем. Но мы понимаем, что это надо было сделать. И мы видели потом плоды, действительно, мы видели плоды среди этих людей. Но если вы к ним относились, ну ладно, ну что вы тут, сектанты, собрались, да, сейчас мы вас научим. Нет, в коем случае. Мы уважали тебя, тоже. Перед нами сидели люди, да, у них свои взгляды. Но опять, нам нужно как-то принять свою жизнь. Принять. И если нас приглашают, и к нам идут, нам нужно делать свое дело с теми людьми, которые к нам пришли за помощью. Нам нужно оказать помощь, независимо ни от каких их взглядов. И не перетягивать на свою сторону. Не тянуть за уши. Не делать из них христиан. Дать выбор. Уважать их право. Остаться там или перейти. Следующее. Уточнение. Уточнение. Значит, что такое уточнение? Я вас правильно понял. Вы вот именно вот это и вот это хотели мне сказать? Вот знаете, потрясающая фраза. Во-первых, если вы видите, что человек сам сомневается в том, что сказал. Ну-ка, ну-ка, минуточку, давайте. Я вас правильно понял. Вы именно вот это вот ощутили в этом разговоре. Я вас правильно понял. То есть вы почувствовали вот то-то и то-то. Вы хотите сказать, что именно это вас обидело, когда ваш муж поступил так-то и так-то. Пусть еще раз человек продумает, так говорит. Уточнит. Может быть, даже не для вас, для себя. Понимаете? Следующее. Очень важен такой перефраз. Что такое перефраз? Это просто сказать то же самое, но другими словами. Я сейчас выброшусь из окна. Я сейчас выброшусь из окна. Не-не-не, перефраз. Не отразить его слова, не повторить на него, что он сказал. Это тоже прием. А перефраз это «я сейчас выброшусь из окна». То есть ты хочешь сказать, что ты собрался покончить жизнь самоубийством и вообще все, что происходит, как бы тебя не интересует? То же самое сказали. Да. Да. Это совсем другое. Пусть человек услышит то же самое, но другими словами. Вот однажды позвонила женщина в эфир. Я не помню, говорили мы это на случай или нет в нашем курсе по супружеству. Ну, вообще показательный случай в этом плане. Ты же понял вашу эфир? Звонит говорит, ой, вы знаете, я не знаю, что делать с моим мужем, он меня так раздражает. Мы живем с ним почти 30 лет, он меня прям вот раздражает. Я говорю, так, давайте приведите последний пример, вот, иллюстрацию. Когда он у вас так уже вот начал задать, что вы даже решились нам позвонить в эфир. Ну, он говорит, вчера пошли с ним в магазин. Идем. И он говорит, давай купим вот это ведро. А нам нужно было купить ведро под нашу швабру. Наше ведро прохуделось. Он говорит, какое у него это ведро? Я говорю, понимаешь, оно маленькое. Он говорит, нет нормального. Я говорю, нет маленького. Он говорит, нет нормального. Я говорю, нет маленького. Не влезет, нет влезет. Вот. Ну, я думаю, ладно, в конце концов, муж, надо повиноваться, пусть туда покупает. Пусть увидит сам, что покупаем. Купил ведро, приносит домой, вставляем швабру. Он говорит, слушай, правда маленькое. А я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал, что оно маленькое. Говорил не влезет, а ты говоришь влезет. Я говорю, не знаю, что. Вот, ну, как мне на это реагировать? Мы говорим, слушайте, а вы сколько, говорите, не живете? Она вот, 30 лет. Я говорю, слушайте, 30 лет прожили, вы так стали, говорю, одной плоти, что даже вот вы думаете, а это как о сон думает. Вы говорите, а как о сон говорите, слушайте, она... И тут мы перефразируем. То есть вы хотите сказать, что вас раздражает то, что вы стали с мужем одной плоти? Она просто каталась. То есть, понимаете, то есть вот перефразивала, как бы вот сыграла, во-первых, юмор, во-вторых, понимаете, все. То есть она сама увидела вообще юридическую ситуацию во всем том, что происходит в их жизни. То есть ее раздражает совсем не то, что она как бы вот хотела вынести на это всеобщее обозрение. Там другие были совершенно причины. Вот сильно еще здорово помогает. Дальше, следующее, стимуляция. Тоже очень такой в активном слушании такой подход, как стимуляция. То есть помогать человеку открываться, снимать маски, что это будет во благо же ему самому, обвинений каких бы то ни было, без упреков, без лжи. Уличение во лжи. Да уж ложь. Такого быть не может. То, что ты чувствуешь, это все неправда. Это все барьера, о которой мы говорили. То есть стимулировать. Повторение. Вот это как раз за чем вы говорите. Повторение как раз да, вот это отражение. Повторение чувства. То есть человек среагировал, повторить за ним. Чтобы он видел, что вы действительно с ним вместе, рядом. Давайте в игру сейчас поиграем. Давайте отвлечемся, потому что чувствую, что все в вас грузим, грузим, отвлечемся. Людмила, скажи, кого ты любишь? Я люблю кого. Никого я уже люблю. Я люблю своего близкого друга. Андрей, скажи, кого ты любишь? Дочку. Кого? Дочку. Дочку. Юрий, скажи, кого ты любишь? Только Степку. Ага, Надя, скажи, кого ты любишь? Ой, я много кого люблю. Дочку люблю. Татьяна, скажи, кого ты любишь? Таня, люблю. Ну, это же много. Андрей, скажи, кого ты любишь? Женого. Николай, скажи, кого ты любишь? Ну, никто из вас не сказал, что я хочу. Вот сейчас Михаил скажет, что я хочу. Миша, скажи, кого ты любишь? Кого ты любишь? А, кого ты любишь? Ваши может повторить. Скажи, кого ты любишь? вы не услышали мою просьбу скажи кого ты любишь скажи вот эту фразу но вы перевели это на своем попросу лишь ответ мы тоже когда попасть на эту улочку и вот помните что этот прием повторение поручает просто хочет чтобы повторили потому что он хочет то же самое услышать от вас и вот с одной стороны этот прием кажется глупым вот прям отражение мужчины все такие все большие все такие женщины все глупые женщины все вроде бы как бы ну странный но то же самое усталость мыслить там расходятся значит это она с бабушка идет а он с дедушка и она говорит да вот он плохой такой я надо себе другого она да 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 ты что у тебя нет своего мнения тут нужно смотреть что может помочь человеку начать видеть на свою проблему следующий подчеркивание уточнение такой момент что человек хотел сказать то есть подчеркнуть акценты какие-то то есть люди часто как бы убегают от основной проблемой помогает ну такой обычный вопрос человек говорит 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 а вы его спросите а что вас больше волнует какой вот на данный момент самый главный твой вопрос на что ты хочешь найти ответ как у нас самая большая проблема всего час вот сейчас на самую важную тему особенно в прямом фильме мобилизуется и делает акцент следующее составление плана действия об этом подробно говорить но просто сейчас что слушать то что человек мыслить сам уже то есть что наметил что он придумал уже есть какой-то ответ но может не сформирован еще может быть он как-то расплывчато выглядит не верболизован не назвал слух вот это почувствовать в нем вот я сейчас чувствую я не кажется ты уже знаешь ответу давай сейчас разберемся с этим важно структурировать сразу понимаете то есть какой вопрос вот немедленно нужно решать быстро прям сейчас какую проблему можно в принципе отложить а какой нужно отложить потому что иначе закопаешься слишком много побочных эффектов изникает лишних вопрос лишних проблем относительно мотивирования мы вот очень часто применяем вот эту таблицу когда делим лист на четыре части что будет если я продолжу чего не будет если я продолжу это делать помните да вот этот то есть что у него есть возможность получить больше чем он может тереть потому что в любой проблеме при любом решении он что-то потеряет если изменит образ жизни если будет по-другому поступать но что-то потеряет но получит он больше и последнее что обязательно нужно помнить когда мы слушаем и доходим до сути помогаем человеку видеть суть обязательно нужно подвести итоги то есть как я понял из наши с тобой беседы твоя правда тебя волнует вот этот вот этот вопрос вот этот факт и мы с тобой решили что вот тот и тот и должно произойти вот так должно случиться в общем подводим такой основной итог ну а теперь переходим уже более такому практичному моменту вообще у михаила образование первое техническое и он еще обвожу в таблице очень нравится и знаете в треугольнике наверно весьма все рисуем и действительно знаете пару часов мы покажем схему в этой схеме практически сейчас в нее вот в одну схему внесено все о чем мы говорили с вами вчера и сегодня и в предыдущих наших курсах и в сегодняшнем курсе в одной маленькой схеме 5 квадратиках и так мы говорим о нашем психологическом взаимодействии с человеком это человек приходит вам и какой-то запрос вот у меня проблему помогите мне ее решить всегда приходит запрос ну например приходит однажды молодой такой человек был лет двадцать пять-тридцать вот в этом промежутке и говорит я знаю вы семейные психологи вы занимаетесь отношениями верните мне качку в чем проблему ну вот мы дело проблем то что мы оба наркоманы причем меня это качка подсадила значит на наркотики но у нас были нормальные отношения потом меня поймали я чтобы как-то ее отгородить взял все на себя отсидел вышел а нас другим верните мне качку вот я пока сидел там я все осознал все понял тут и всякие верующие приходи меня убедили все нормально все я убежден я все понял да как мне нужно люблю а нас другим все вот запрос так что вы делаете чтобы вернуть какие вы предпринимаете действия чтобы вернуть качку ну понятно что мы сейчас вам этот разговор в схеме покажем конечно ушел с активным слушанием со всеми этим ну вот как бы вам уже так резюме да какие дети вы предпринимали ну как я его встретил однажды однажды выкостылял ему результат какой качка с вами нет возвращайтесь от действий видите значит запросу вернулись и так что вам что вы еще какие действия предпринимать наш ты пришел к низ пакетом роз ну ты не нужна результат какой она мне розами опять нету нету возвращаемся к запросу еще что вы предпринимали получить вот решить эту проблему схему то понятно то есть он вам говорит что то есть перед вами то есть вы должны увидеть что перед вами что-то делал и он должен сам понять что все его действия приводят к нулевым результатам понимаете то есть вы помогаете ему видеть суть ну вы уже понимаете что проблем не в катике вы так сразу увидели а тем более он вам многие там вещи говорит и тут вы задаете ему вопрос который мы будем говорить глубже пойдет на нашу задачу а зачем тебе нужна катерина твоя то есть вы как бы идете на мотив в общем мотив какой у тебя чтоб качка вернуть ну как говорит зачем она тебе нужна ну мы словом мотив ему конечно не говорим мы говорим зачем она тебе нужна ну как зачем мне жить негде почему жить нет ну вы понимаете у меня родители у них двухкомнатная маленькая квартира тут я вернулся за эти вот там мой брат женился с женой живет то есть там мама с папой брат с женой сестра развелась с ребенком живет в двухкомнатной квартире все это происходит я конечно могу хлопнуть дверью и сказать тут тоже моя жил-площадь но как-то меня себя уже не уютно там чувствую ну а потом я неудобно меня там как бы не ждут а вот квартиру и двухкомнатной квартиры мы жили-то с ней а то есть вам как бы нужна квартира да ну а давайте подумаем как можно вот этот квартирный вопрос решить ну и вот вместе с ним уже другой запрос у него то есть мы как запрос вместе с ним перефроматировали понимаете потому что теперь у него проблема где жить и вместе с ними рассмотрим какие действия может предпринять чтобы результат был это не проблема для меня вот жильем это я люблю его качку он опять возвращается на прежний запрос ну да хорошо еще зачем тебя нужно ну я люблю я уже жениться парам я уже детей заводить на стол а ты хочешь детей от качки конкретно да вот вы женились вот вычисляет наркотики до сих пор ее жизни присутствует не ну что она изменится но вот сейчас вот сейчас вот на данном этапе ты от нее детей хочешь и нет сейчас вот сейчас нет новый запрос он хочет детей но уже нет как а зачем ты хочешь детей почему он за тебя от любите и знаете и глазах него выступает слезы рассказывает как он любит детей как он играет с племянником сосудом что даже в колонии там рядом была женской колонии с ну как там где женщина рожать и он там тоже для меня был вообще счастье когда методом стирать он там прачечный работал я тут пеленки беру вдыхаю запах где то есть он слушайте говорим но взять и сколько детей которые нуждаются в папах могу посмотреть то же самое дом ребенка там одни женщины работают они весь нуждают еще и в папе точно я могу быть там сторожем за одной на стоянечкой он сам понимаете сразу раз-раз-раз то есть он находит эти действия ну конечно вам уже быстро описано конечно это на протяжении какого-то более долгого разговора шло вообще-то и дети не самое главное мне же катика нужна любовь-то я куда дену он опять катика возвращается он постоянно будет я же ее люблю давай смотреть еще и никого больше нет я сейчас вышел освободился а вот нам кто посоветовал вот этот вот этот а мы знаем что вообще этого человека они по таким-то дням собираются на общение они пьют чай разговаривают общаюсь может быть как-то тебе туда да у меня тоже приглашал слушайте а может правда сходить то есть ему нужно общение то есть по большому счету понимаете во время разговора мы вышли на потребность потребность какая помните мы вчера говорили самая главная потребность любого человека в чем в честных близких отношениях с самим собой с богом с окружающими людьми понимаете вот вот эта схема вообще работает то есть человек приходит с запросом но потребность у всех в принципе у любого человека потребность это честные близкие отношения и вот когда вот это вот все человек сам осознает выйдет на эту погрешу тогда можно идти уже дальше и уже думать какие действия принимать ну примерно что еще привести до чтобы вы видите классический пример это то что мы уже приводили на нашу теме подходы консультированию как иисус христос консультировал женщину самарянку вспомните почему она пришла в самую жару почему ты это хочешь а я хочу семью вот ее основной мотив поэтому надо так себя ведет но основа это потребность и в чем он ее выводит на эту потребность и показывает на честных отношениях будь сама собой честно что это вовсе тени муж быть честно с людьми женщина забывает о том что она отвергаема она забывает о том что ей нужна вода на всю бросила побежала она побежала клюра кричать люди вот смотрите что я узнал вот эта консультация вот вы понимаете все вот она и практически все это было вот настолько то есть она сама осознала не он ей сказал вот так вот так она сама все это самое лучшее консультата когда от вас человек выходит а что я приходил то я и сам все это знал в принципе вот это самая лучшая консультация понимаете он сам все знал и оказывается я просто раньше этого не делал почему-то замечательно понравилась лекция вдохновились услышанным поддержите нас молитвой и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv seminary точка ком вот например вот у нас летом был молодой человек приехал у нас там обычно всегда компания собирается рядом с нами ставят палатки ну такие подростки на месте нашего летнего отдыха да мы летом живем за волкой ставить там палатку и все это живем этой палатке там свежий воздух продукты свежие и вот недалеко от нас одни ребята постоянно ставят палатки но они ребят такие свободные там все у них есть вот однажды приехал один интересно что они нас часто приглашали к своему кастрюлю нам приходили мы с ними беседовали и разговаривали только однажды приезжает один человек у нас с ним получился очень такая незапланированная ну там никого нет а у нас глядит костер песни под гитару мы поехали ночью поздно ночью вот так вот я приехал а тут никого нет обещали же мы тут встретиться все вместе наверное они в другом месте встретились меня не поставили в известность и мы говорим о проблем почему тебе поставили это друзья как и вообще когда ними всегда унижают его всегда унижает друзья хотя он самый старший из них то есть его друзья в возрасте от 16 до 19 уже за 20 это человек уже специальность у него и дело свое его друзья унижают а что ты делаешь для того чтобы они тебя не унижают лучше стал чтобы быть в их обществе своими столкнул лучше стал помогло результат как я стал покурить вместе с ними травку но они вот все вот так твоя что а то иначе вот они меня не будут приглашать компания ну и как то что вместе с ними стал лучше стал ну и вот дальше дальше примете и потом ну а ну я хочу чтобы меня уважали на тебя уважают давай задумайся есть несколько вариантов решения проблем что можно сделать в этой ситуации ну да конечно я вот понимаю что мне как-то нужно самому сначала изменить себе отношения и вот мы вместе с ним пошли вот над этим работе он опять вышел на эту потребность что ему не нужна эта компания нужно честное отношение но честное отношение он интересна такую вещь сказал вот чего все чувствовать и я понимаю мне от чего больно я вот смотрю вот на вашу дочь я понимаю что ты такая девчонка как она никогда на меня на такого не обратить внимание почему бы не обращать внимание всякой ну там назвал хорошо понимаешь для того чтобы ты хоть и хорошо если ты хочешь быть достойным достойной девушки сам станет достойным чтобы она тебя посмотрела и и у него тоже пошла работать мысль понимаете то есть вот замотивировать ему действительно хочется семью ему хочет честных отношений он хочет любви от действия принимать совсем не те а если мы начнем начали с ним вот самого важного с потребности покайся покаясь и все пройдет он не готов еще знаете нужно чтобы человек сам подошел потому что вы действительно все когда вы разговаривали с молодежью такая основная проблема возникающая но когда мы говорим что потому что девчонки сейчас такие и парни вот такие и стоит один всегда такой находится встает и говорит ну а где взять нормально вот я хочу за нормальную там жениться на нормальная хочу а где взять все такие вокруг мы сюда отвечаем очень просто да вот пристать вот ты сейчас выходишь из этой аудитории и ты встречаешь ее вот эту принцессу умные начитанны образовывать чистая светлая порядочная вот все мечта они девушка она на тебя на такого посмотрит это вопрос тоже самая девушка если она ищет принца если ты ищешь принца сама станет принцесс понимаете то есть это настолько все взаимосвязано это вот тот самый законов томского рядом с нами те люди которые мы заслужили закон заслуженного собеседника поэтому как бы но эти закон никто не отменял антиза существует и на духовном и на душевном уровне и вот важно чтобы пойти вот на эту потребность потребность честных отношениях и пришел сам но с нашими новогоднейшими вопросами с нашим активным слушаний с нашим отношением к к личности не навязывая нашу точку зрения не хочет он не придет потому что бывало такое что начинаем говорить все нормально я уже слышала от бабушек от всех все не хочу больше замечательно все давайте свою песню закрутим закрутим уважаем право его на выбор все но если человек продолжает разговор продолжайте но он имеет право его прекратить не надо навязываться больше ну и сейчас нас осталось пять минут чтобы до следующей темы потому что дальше мы уже будем конкретно работать по действиям то есть вывели на потребность дальше что а дальше нужно работать над правильными действиями чтобы выработать план действий это же пойдет еще более конкретный надеюсь что на перерыве вы вот эту вот схему которую вы переварите пропустите осознаете она очень проста вообще когда миша и первое сказали так и показал максимально простая схема они понимают чего не хотят но они не хотят никаких действий принимать мы уже говорим что у меня есть такая знакомая она очень многих консультантов консультировалась и вот у нее такой запрос они четверо детей вот и как бы все от разных мужей она говорит а я вот не хочу не работать не хочу хочу я нет у меня тогда в чем у него проблем такой человек что вы делаете того что у вас есть как бы даже им довольна когда недовольна так что ты хочешь а вот хочу вот как мне пожить такой жизнью чтобы ответственность не нести что ты хочешь она себе придумывает каких-то там любовников периодически дети непонятно там от кого их четверо уже у нее что-то болит и условное отношение с мужем у нее нет нормальных отношений честно с детьми не на отношении самой собой сама себя она вообще никак не принимали обманывает себя она не хочет это признать это это право и и правда ты хочешь играть дальше игра я уважаю тебя как только тебе будет устанешь на дикто мы с тобой на весу план действий вместе играть с тобой мы не будем но пока мы не захочем вот есть вопрос что это может из детства откуда идет может быть из детства но пока она сама не захочет предпринимать какие-то шаги заставить ее нельзя из детства очень много идет но человек должен сам захотеть что-то изменить поэтому результатом нашей встречи должны быть какие-то действия если действие не предпринимаются извините мы не свободны уж мы звоним человеку говорим что вы сделали сработал не сработал как это вас получилось может что-то вы где-то мало усилий приложили давайте рассмотрим вы ничего не делали тогда извините это ваша проблема просто поймать и как страдает ее муж или родители и дети и вот как бы она говорит а мне собственно все устраивает у них проблема не у меня мне все нравится палач есть только там есть жертва значит в данном случае может быть мужу надо прийти на консультацию если ее все устраивает ищите нас поисковых системах по запросу телесеминария а